Казахстанские школьники смогут получать индивидуальные консультации учителей во время дистанционного обучения. Учащимся, которые отстают от программы, разрешат приходить в учебное заведение и заниматься дополнительно. Об этом на брифинге сообщил руководитель профильного ведомства Асхат Аймагамбетов. По его словам, такие группы не должны превышать пяти человек. При этом занятия будут проводиться лишь по инициативе учителя, когда школьникам это действительно необходимо. Это очень важно. Мы с того времени, как перешли на дистанционное обучение, постоянно ведем мониторинг учебных достижений. И наши педагоги видят, где у нас есть западающие зоны. И когда мы видим, что ребенку на самом деле очень сложно, то, соответственно, таких детей мы можем приглашать, если они сами также изъявят желание, приглашать в школу и проводить с ними индивидуальные консультации. Отметим, межведомственная комиссия по недопущению распространения коронавирусной инфекции приняла решение. Учиться в третьей четверти дети будут онлайн. Ходить в школу смогут только выпускники. Это учащиеся девятого и одиннадцатого классов. 70% предметов проведут в традиционном формате, а 30% дистанционно под запретом. В этом году также зрелищные, спортивные и массовые мероприятия. А это значит, что школьникам на этот раз придется пропустить новогодние утренники. Продолжение следует...